Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире, в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 25 октября, пятница, 385 день войны в Израиле. И это главные новости на канале ИТОН ТВ. Сегодня в новостях. Вчера в Ливане пять израильских солдат погибло и еще несколько получили ранения. Прокурор Международного уголовного суда Каримхан выдвинул обвинения против Нетаньягу и Галланта, чтобы затушевать собственный сексуальный скандал. Неизвестный преступник проник в израильское посольство в Сеуле, устроил погром и скрылся. США готовят ядерное оружие для возможного удара по Москве, тяжелый военно-транспортный самолет везет в Турцию новые ядерные ракеты. Российская делегация прибыла в Израиль для обсуждения сделки с Хамасом. Гарвард недосчитался в этом году 151 миллиона долларов пожертвований. Взрыв на атомной электростанции в Иране, власти хранят молчание. Организованные преступные группы угрожают курьером вольт в городах Юга Израиля. Прорыв в онкологии, израильские ученые создали препарат, останавливающий метастазы. Друзья, служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Сахал атаковал объекты Хизбаллы в Ливане. ВВС нанесла удары по вбей русскому кварталу Дахия. В Газе Сахал ликвидировал боевика Нухба и одновременно сотрудника Бапор, который командовал боевиками в Рэйм. Старшина запаса Гай Бен Харош, 23 лет, испардесс Ханы Каркура. Он был командиром отрядов подразделений Окиц из бригады Марам. Погиб во время боевых действий на юге Ливана. Еще один солдат этого же подразделения был тяжело ранен в этом бою. В другом бою погибло еще четверо наших солдат. Вечная память павшим героям Израиля. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдвинул обвинения против Нетаниягу и Галланта, чтобы затушевать собственный сексуальный скандал. Обвинения в сексуальных домогательствах против главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана могут быть связаны с его решением добиваться ареста израильских лидеров. Как пишет Wall Street Journal, ухудшение его отношения к Израилю совпало с появлением этих обвинений. До того, как в его адрес прозвучали обвинения, Хан планировал расследовать действия Израиля после личных встреч с премьер-министром Бенемином Нетаниягу и министром обороны Яавом Галантом. Однако поездка в Израиль была отменена, и вскоре Хан объявил о запросе ордеров на их арест. Это совпало с внутренним расследованием против Хана по обвинениям в домогательствах. Издание указывает, что связь между обвинениями против Хана и его действиями в отношении Израиля пока не доказано. Однако эта ситуация ставит под сомнение его объективности мотивы. Секретариат Международного уголовного суда отказался комментировать обвинения. Вчера на атомной электростанции в городе Карадж, расположенном в западу от Тегерана, прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Несмотря на серьезность инцидента, официальные учреждения Ирана до сих пор не сделали никаких заявлений относительно причин аварии. Молчание властей вызывает множество вопросов у общественностей и экспертов в области ядерной энергетики. Из США в Турцию направляется сертифицированный для перевозки ядерного оружия военно-транспортный самолет Си-17А, который вылетел с базы Киртланд, где располагается одно из крупнейших хранилищ американского ядерного арсенала. Конечной точкой, вероятно, является авиабаза Инджерлик в Турции, где размещается американское ядерное оружие. Предполагается, что самолеты выполняют челночные рейсы, доставляя некий груз, который может включать в себя новейшие бомбы Би-61-12. Неизвестный преступник проник в израильское посольство в Сеуле, устроил погром и скрылся. Об инциденте и о своих опасениях по поводу него сообщило Министерство иностранных дел. Что конкретно повредил неизвестный злоумышленник и каков размер ущерба, не сообщается. По случаю праздника Симхат-Тара посольство было закрыто, и преступнику не удалось проникнуть в так называемую стерильную зону. Поэтому никто не пострадал. Тем не менее в системе безопасности расценивают случай проникновения в посольство как большой провал, особенно на фоне постоянно звучащих предупреждений о возможных атаках. Полиция Южной Кореи ищет подозреваемого, но еще не арестовала его. Напомним, что 24 октября в Шри-Ланке два человека были арестованы по подозрению в планировании теракта против израильтян, находящихся в курортном районе Аругамбэй. По имеющимся данным, один из задержанных прибыл из Ирака. Друзья, хотим вам напомнить, что мы просим вас ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Вчера в Израиль прибыла российская делегация, чтобы обсудить сделку по освобождению заложников. Владимир Путин призвал Бенемина Нетаньягу принять российские инициативы по прекращению войны в Газе. Израильские и российские официальные источники пока не подтвердили эту информацию. В сообщениях нет деталей относительно состава российской делегации. В начале следующей недели в Дохе состоится встреча главы МОСАДА Давида Борнеа с посредниками в переговорах, по освобождению заложников. Ожидается, что в столицу Катара прилетит директор ЦРУ Уильям Бернс и глава разведки Египта. В переговорах примет участие и премьер-министр Катара. В текущем учебном году Гарвардский университет получил от доноров на 151 миллион долларов меньше, чем в прошлом. Больше всего пострадал фонд целевого капитала Гарварда, он сократился на треть. Пожертвования составляют около 45% от годового бюджета университета, что делает их критически важными для его функционирования. Напомним, что многие влиятельные выпускники Гарварда объявили о прекращении пожертвований после того, как руководство вуза не смогло справиться с волной антисемитских и антиизраильских протестов. Криминальные группировки Юга Израиля угрожают курьером компании Вольт, которые начали в последние месяцы работать в южных городах, включая Кириат Гат и Кириат Малахи. Согласно публикациям, местные ОПГ сами контролируют курьерские службы в этих городах, в том числе путем рэкета вынуждая местные бизнесы работать только с ними и используют их для транспортировки оружия, денег, наркотиков и т.д. Команда исследователей из Еврейского университета и Иерусалима Института Вейцмана и Токийского университета сделала важный прорыв в области борьбы с раком. Ученым удалось разработать новый препарат, который способен остановить распространение метастазов, что может значительно улучшить терапию агрессивных форм рака. Одной из ключевых проблем в прогрессировании онкологических заболеваний является фермент ММП-7. Ученые установили, что блокировка активности этого фермента может значительно замедлить развитие агрессивных форм рака, таких как рак поджелудочной железы. Новый препарат открывает большие перспективы для его использования в длительной терапии. Этот успех ученых приближает разработку нового эффективного метода борьбы с онкологией и открывает путь к созданию высокоэффективных лекарств. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.